В поселке Икша никогда не было храма, и потому прихожане вместе со своим настоятелем выбирали имя будущей церкви самостоятельно. Решили назвать храм во имя священномученика Серафима Звездинского. Строительство храма идет непросто, с большими перерывами. Прихожане Икшанской церкви и люди небогатые, но все-таки находятся доброходы, силами которых постепенно растут церковные стены. Костяк местного прихода уже сформировался. Пока идет строительство основного храма, службы местный настоятель отец Александр проводит в небольшом деревянном срубе, подаренном Икшанскому приходу двумя жителями соседних деревень. У нас прихожане жертвуют на эти кирпичи деньги, которые сколько им к сумме говорит. То есть у нас стоят лежат кирпичи при входе, люди подходят, берут маркер, пишут имена своих. Или себя самого, или своих сродников, близких своих, как живых, так и умерших. Стоит ящик для пожертвований. И кто сколько пожелает, может положить любую сумму за этот кирпич. И уже на эти собранные средства купили мы, приобрели три фуры кирпичей, которые сейчас уже частично, вот мы начнем на работу, уже сейчас зимой здесь внутри будем выкладывать столбы, которые будут держать купола. 20-й век стал для Русской Православной Церкви веком новомученников. Ни во времена гонений первых христиан, ни тем более в последующие века, не было примера такого массового уничтожения духовных подвижников. По подсчетам историков, в годы становления советской власти был репрессирован каждый второй российский священнослужитель. Одним из новомученников 20-го века был Серафим Звездинский, епископ Дмитровский. Его арестовали сотрудниками НКВД в 1937 году, обвинили в контрреволюционном заговоре и расстреляли в Омском управлении Народного комиссариата внутренних дел. В 2000 году епископ Серафим был канонизирован в лике новомученников российских. И в 2000 году в Икше прошло первое собрание местных жителей по организации прихода будущей церкви имени Серафима Звездинского. Мы решили вот в еще недостроенном храме начать служить божественной литургии. Вот, подготовили помещение, ставили окна, утеплили кровлю. И когда первая служба там была? Первая служба у нас была два года назад на Пасху. Потом оказалось, что у нас, хотя кровлю сделали, а нижний этаж затапливал, пришлось делать полностью гидроизоляцию и дренажную систему вокруг всего храма. То есть откапывать до фундамента, до подошвы, делать гидроизоляцию, делать дренажи. Сейчас мы делаем работы по укреплению фундамента, потому что, как показала экспертиза, недостаточно будет стен фундамента для того, чтобы опилить на них своды. Поэтому приходится делать дополнительные колонны и столбы, на которые придется эти своды опирать. Непростая судьба у строящегося храма в честь самого знаменитого Дмитровского новомученика. Десять лет уже возводится храм Серафима Звездинского в Икше. Всякое было за эти годы. И мошенничество подрядчика, потоп в подвале храма, и переделка того, что было неразумно сделано в самом начале строительства. Несмотря на поддержку местных поселковых властей и немногих истинно верующих жителей, первая каменная церковь в Икше растет очень медленно. Вот у нас есть, да, как есть у нас, святители, есть мученики, есть преподобные. Вот каждый какой-то, каждый может прославиться в своем чине. Но вот священный мученик Серафим для меня, он как бы даже, можно сказать, в трех чинах прославился. И как святитель, потому что был тот пастырь, который душу свою полагает за овца, как говорит священное писание. Пастырь добрый, душу свою полагает за овца, а наемник бежит. Поэтому в годы гонений, когда церковь была гонима, святитель Серафим здесь, в Дмитрове, он пасту приумножил. И своим собственным примером являл доброе христианское житие. Вот. Прославился как мученик. И в то же время мы знаем, что он и действительно был преподобный. То есть молитвенник, преподобный – это монахи. Да, монахи – монах от слова «один». Вот. И вот священный мученик Серафим, он был настоящий монах, потому что для него молитва была самая главная. Мы знаем, что он молился, не приставал молиться не всегда. Всегда и в гонениях, и в ссылках. Он всегда служил божественной литургии. Все, кто может и хочет помочь святому делу возведения Дома Божьего в Икше, могут обратиться к настоятелю строящегося храма, протеерею Александру Рожнову. Дома Божьего в Икше.